Российская компания 1С объявила о подписании договора с компанией Diversions Entertainment на издании в России 3D-файтинга One Must Fall Battlegrounds. Это продолжение культовой One Must Fall 2097, одного из лучших файтингов начала 90-х. Действие игры происходит в 2117 году, 20 лет спустя после событий предыдущей части. В вашем распоряжении 8 роботов-клодиаторов, часть из которых впервые появится перед публикой. Это последняя выпуск новостей на сегодня в студии была Татьяна Осекина. Встретимся через неделю. Прежде чем уступить место этому маньяку, вы прекрасно понимаете, о ком я, хочется высказать глубокую философскую мысль. Человечество ничему не научилось. После всех ужасов 20-го века оно продолжает, оно я имею ввиду человечество, оно продолжает выпускать эти кровавые игры, эти сиквелы, приквелы. Короче, всю эту гадость и мерзость, которая так нравится нашему главному по играм. 5, 4, 3, 2, 1, time to start. Вот. Лежит мешок. Да? Можно мимо пройти. А можно ногой тут. На 286-х машинах так и было. Ну, так он просто лезал мешок, кстати. Ну, для красоты, что ли. Или там, ну, как деталь интерьера. О. А сейчас... Сейчас он лежит со смыслом. Странно, ничего нет. Вроде никого. И под ним пусто. А может, внутри что? О. О. Граната. О. Муань. Настоящая. И Чикадо же. Настоящая. Хм. Дюк Ньюкин – культовый персонаж, не нуждающийся ни в каких рекомендациях. Тех, кто с нетерпением ждет Дюк Ньюкин Форево, вполне хватит на заселение не самого маленького континента. Но Дюк Ньюкин Форево – проект эпохальный. Да и выйдет он не так, чтобы очень скоро. А пока можно скоротать время за игрой в Дюк Ньюкин Манхэттен Проджект. Компания 3D Realms выступила в роли продюсера и консультанта. Игра получилась превосходной. По жанру это не 3D-экшен от первого лица, а платформер. Вам придется не только много стрелять, но и бегать, прыгать. Но главное, чем славился старый добрый Дюк, в ней сохранились в полной мере своеобразный юмор, прекрасная атмосфера, захватывающий игровой процесс. Сейчас они у меня вспомнят 95-й. Думаю, что я забыл тактику ближнего боя в закрытых помещениях. Сейчас. Ладно. Держись, гад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Денадцать семь. Денадцать восемь. Денадцать девять. Я даже забыл. Что ж такое-то, а? Е-мое. Е-мое. Никого? Что-то не было. Что это такое-то? Это просто туалет. Просто мешок. Просто граната. Граната. А что же она не сработала-то? Граната. Не забыл чеку вытернуть. А вот. Теперь нормально. Игровой процесс, как легко догадаться, сводится к тотальному уничтожению пришельцев. Это же ведь любимое занятие Дюка еще со времен 286-х процессоров и GA-адаптеров и прочих древностей. Фирменный дюкутский юмор, повторю, никуда не делся. Остался на месте ракетный ранец, гранатомет, возможность поправлять здоровье, отпевая воду из разбитых унитазов, разносить стены, увы, опять далеко не все, и еще много приятных вещей, вызывающих умиление у старых поклонников борца с инопланетной агрессией. По ходу игры вам придется заниматься не только уничтожением всех и вся. Вам предстоит обезвреживать секс-бомбы, искать ключи и так далее. Кроме того, игра изобилует огромным количеством цитат из фильмов и других игр. Среди врагов встречаются и пришельцы, и мутанты, и даже рыцарь-джедай. Уровни также отличаются разнообразием. Есть все места действий от станций метро до орбитальных станций. Устал. И душой устало тело. Все уже было. И гранаты в туалете, и монстры, и ночи бессонные. И это было. И это было. А вот это и не было. Это точно не было. Все. Жизнь мимо прошла. Бегаешь, воюешь, а тут... Тут такие девчонки подросли. Все. Надо определяться. Выбирать. Либо любовь, либо война. Да что тут думать? Ясное дело. Война. Интерактивность окружающей обстановки сводится не только к наличию разрушаемых стен. Разработчики пошли дальше. Например, вы разносите бочки. Из них выливается какая-то гадость. В эту гадость случайно забегает безобидная крыса и превращается в ниндзя. Стоит вам разнести метким выстрелом таксофон, и вы можете послушать диалог Клинтона и Моники. Таких примеров можно привести массу. Duke Newcastle Manhattan Project. Увы, не отнесешь к суперхитам. А вот к самым обычным хитам его отнести можно. Системные требования. Pentium 2 350. 64 мегабайта памяти. 3D акселератор.